С вами программа «Истории». Мы продолжаем сопоставление недельных глав Торы с историей мирового искусства. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего разговора – раздел «Гаазину», что переводится как «Слушайте» или «Внимайте». И сегодня у нас в гостях Ирина Горлова, искусствовед. И раздравствуйте! Добрый день, здрасте, Гурия! Здравствуйте все! У нас обычно формат такой. Я рассказываю содержание недельной главы, а потом мы находим какие-то параллели с тем или иным видом искусства. Сегодня я предлагаю изменить направление. Я, конечно, скажу несколько слов о содержании, но о содержании этой главы говорить довольно сложно. Это песнь, которую поет Моисей в конце своего длинного на целую книгу спитча, где он рассказывает народу Израиля всю историю, все, что произошло с народом Израиля, и предсказывает все, что будет, и завершает этой самой песней. В начале говорится так «Внимайте небеса, и я говорить буду, и дослышит земля речи уст моих. Польется, как дождь учение мое, закаплет, как роса речение мое, как мелкий дождь на зелень и как капли на траву». Вот в таком вот ритме развивается эта песня, и в ней рассказывается, в общем, тоже в поэтической теперь форме содержание всего того, что Моисей до этого пытался народу Израиля рассказать. То есть Бог избрал народ Израиля, Бог поведет народ Израиля. Народ Израиля на каком-то этапе, по-видимому, отвернется от Бога, Бог рассердится на него, но потом вернет этот народ. Вот все это в этой самой песне Моисей излагает. Но мы, как я уже сказал, попробуем сегодня не отталкиваться от недельной главы, а наоборот начнем с того персонажа, о котором вы хотели говорить, с Юрия Злотникова, художника, поговорим о нем, а потом попробуем найти параллели его творчеству в нашей недельной главе. Так что, Ира, я предоставляю вам слово. Спасибо большое. Мне очень интересно, это параллель, и неожиданно, и, мне кажется, очень точно в какой-то мере, потому что я хотела сегодня поговорить о Юрии Савельевиче Злотникове, о художнике, который, мне кажется, является одной из самых главных фигур русского искусства второй половины XX века, и о человеке, который стал таким пионером как бы послевоенного абстрактного искусства, причем не просто абстракции, а как бы продолжателем, ну, мне кажется, таким духовным продолжателем линии авангарда, о чем он, в принципе, говорил опосредованно в своих текстах и своими работами. Но Злотников известен всем как изобретатель сигнальной системы, как художник, который в второй половине 50-х годов взял в руки просто бумажные листы, сначала маленького формата, там где-то 40 на 60, потом побольше 60 на 90, и начал заполнять эти листы то более плотно, то совершенно разрежено, такими линиями, точками, какими-то волнистыми загогуленными, пятнами. И действительно, его работы до сих пор вызывают удивление у широкой публики, когда говорят, ну и что это вообще, что это за композиция? А кто-то говорит, ну, понятно, если бы это было произведение искусства, тогда бы это был большой холст, и на нем, допустим, три кружочка, красный, черный, синий, и мы тогда бы заговорили о том, что да, он вот такой абстрактный художник. Дело в том, что для Злотникова эта его система сигналов, она была не произведением в том смысле, как вот, по-моему, Александр Рапопорт написал о том, что вот есть салонный авангард, это когда просто картина превращается в некую вещь, объект, произведение, которое приятно повесить на стену, а есть работы, которые являются результатом интеллектуального, интеллектуального труда и одновременно творческого акта, и одновременно вот такой вот, как бы, динамики и исследования. Ир, вот я перейдю на минутку вас, да, я правильно понимаю, что, по сути дела, то, что он попытался сделать, это изобретение языка в каком-то смысле, хотя абстрактный язык уже существовал, но он попытался создать новый язык. Совершенно верно, да. И это даже видно, да, чисто стилистически, то есть, когда мы смотрим на сигнальные работы сигналы Злотникова, то мы понимаем, что, с одной стороны, он вроде берет вот так же, как Малевич учил, что у нас есть только геометрические фигуры, и мы на их основе строим композиции. Злотников берет вроде бы геометрические фигуры, в основном линию и точку, и из нее выстраивает совсем другое поле, совсем другое пространство. А почему это называется сигналами? А потому что он при помощи этих кружочков, он нам посылает как бы импульсы, одновременно фиксирует жест художника. Он в своем теоретическом исследовании очень точно это описывает. Он говорит, вот я нахожусь в расслабленном состоянии, и мне хочется это расслабленное состояние перевести в какое-то более энергичное. Я провожу горизонтальную линию, и эта линия... То есть само это состояние уже есть сигнал, да, Ира, правильно я понимаю? Само состояние уже есть сигнал, это сигнал, который послан художнику. А затем он воплощает его и посылает сигнал уже зрителю. Замечательно, точно. Он его воплощает в визуальной форме, да, и тем самым сообщает его зрителю, свой собственный жест этот, который он уловил, или который он как бы захотел выразить. Его раздражает, например, вот эта горизонтальная линия. И для того, чтобы успокоить себя самого, как бы остановиться на время и успокоить саму композицию, он начинает как бы добавлять туда более мягкие точки, например, по длине этой линии. И вот таким образом композиция как бы гармонизируется. Мне кажется, что это очень интересно, что он описывает и свою психомоторику, и делает каждое произведение вот таким как бы полем для осознанного действия. Хотя все начиналось со спонтанного рисования, когда они вместе с Владимиром Слепианом, с его другом устраивали сеансы такого одновременного живописания, когда они натягивали лист бумаги, который становился экраном. И с двух сторон, как бы на просвет, чуть-чуть угадывая жест друг друга, они, значит, там какие-то наносили абстрактные знаки. Да, что похоже, наверное, на сюрреалистическое письмо какое-то, да? Отчасти похоже, и вообще об этом тоже, конечно, мы всегда думаем, да, как такое автоматическое письмо. Ир, ну вот я, наверное, сразу на этом даже этапе попробую провести параллель. То есть параллель какая может возникнуть? Она, конечно, рискованная очень, но тем не менее. У нас главный персонаж, который говорит в этой главе, это Моисей. Он говорит, правда, не от своего имени. Он говорит от имени Бога. То есть когда он говорит, внимайте небеса, и я буду говорить, не очень понятно, это кто будет говорить. Это Моисей будет говорить, или это Бог говорит, что будет говорить. И в самой песне это периодически вроде бы слова Бога в первом лице. И как бы непонятно, кто говорит, Бог говорит или Моисей говорит. Но если мы вспомним про то, каким образом Моисей дошел до жизни такой, что он стал говорить песни, то мы можем вспомнить, что изначально он ведь отказывался идти к народу Израиля. Он говорил, я косноязычен, я тяжелоуст. Пошли кого-нибудь другого. То есть другими словами, Моисей сомневался в том, что ему удастся передать слово Бога народу Израиля. Ну, Бог ему говорит, ничего, Арон тебе поможет, и так далее, и так далее. В конце уже Арон не помогает, Моисей уже сам справляется с этой задачей. Но задача Моисея, она в каком-то смысле похожа чем-то на задачу, которую ставил перед собой Злотников. Моисей получает сигнал, божественный сигнал. Этот сигнал он должен перевести, правда, не в живописной форме, а в слове, должен перенести народу. И, по-видимому, по лицам народа он понимает, как бы они внимают этому, удалось ему это или не удалось ему это. И вот в конце своего длинного рассказа, рассказа, который выглядит, по крайней мере, как проза, он решает перейти на поэтический язык в каком-то смысле, на новый язык. И вот этот новый язык, язык ритма, язык более образный. Я приведу пример. Он говорит о том, что Бог нашел его, его это народ Израиля, в земле пустынной, в пустоте его и пустыни. Ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего. Это он народу Израиля говорит о том, как Бог опекал народ Израиля. Как орел стережет гнездо свое, парит над птенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого, носит на крылья своем. Вот так же и Бог вас носил, говорит он народу Израиля. По-видимому, полагаю, что теперь народ Израиля все-таки как-то должен понять, если он до этого не понимал простые слова, что Бог вывел народ Израиля из Египта. То теперь с помощью вот этого поэтического акта, я бы так его назвал, в конце своей речи, он пытается достучаться до народа Израиля, донести до народа Израиля сигнал, полученный от Бога. И в этом я вижу определенную параллель. Интересно, что то, что вы сказали про Аарона, вот мы можем вспомнить вообще историю искусства этого времени, что для Злотникова тоже, можно сказать, отчасти Владимир Слепянов вдруг становится таким проводником, потому что он более смело, активно действует и экспериментирует. Злотников, у него такая больше серьезная как бы внутренняя работа происходит. И если мы посмотрим на композиции Слепянов, они такие очень импульсивные, абстрактные, а Злотников действует очень точечно. То есть вот как бы он начинает работать, продумывает так же, как вот Моисей и Аарон, который озвучивает те слова, которые должен произнести Моисей. Но сравнение потрясающее, потому что действительно Злотников, он как бы видел особую миссию в своем искусстве. Миссию не только продолжения, там, авангарда, но и того, чтобы освободить искусство от нарративности, от литературности, от подражательности, а чтобы указать его истинный путь. Вот что было важно, что вот путь искусства, путь живописи, он должен соответствовать тем задачам, которые открыл вообще 20 век. И что все остальное – это ложный путь, это как бы ошибка, это обман. Но вот эти его первые опыты, которые похожи на своего рода алфавит, который он создает в каком-то смысле, чтобы потом на этом языке начать разговор, они выливаются в дальнейшем в какие-то более сложные композиции, или это остается на уровне разработок вот такого рода алфавита? Ну, нет, это не так. Вы правы, что он начинает работать. В дальнейшем создает более сложные композиции, более нагруженные такие, более живописные. И интересно, что его путь – это путь тоже таких не то чтобы заблуждений, не имитаний, но как бы различных проб. Потому что ведь, несмотря на то, что он создает вот эту минималистскую систему, и тем самым даже предвосхищает, можно сказать, минимализм там мировой, потому что производит эти опыты раньше, он параллельно или чуть позже обращается опять к фигуративному искусству. Но это фигуративное искусство как будто тоже внутри себя носит в руки сигнальной системы. Потом он опять оставляет фигуративное искусство, и опять уже там в середине 60-х годов возвращается к абстракции. И эта абстракция становится более сложной, более запутанной, более живописной. Он как будто изменяет там знаку Малевича, но при этом не изменяет своему сигналу, просто превращает их в такие, ну как бы более природные что ли композиции. Он всё время говорит о том, что мир изменяется, да, и вот как бы открывается всё новое знание, появляется новая динамика. И мы должны как бы прислушиваться к этому. И работа художника должна быть более интенсивной, в том числе его поэтическое осмысление этого мира и задачи искусства. И поэтому, мне кажется, эти композиции усложняются. А надо сказать, что уже в 90-е и в 2000-е годы он опять возвращается к такой более упорядоченной системе, которую он называет конструкция и структура. То есть он возвращается к структуре живописного произведения. И как он воспринимался художественным сообществом? Насколько он являлся гуру, Моисеем для художников советских, российских? Или же он остался как бы у себя в кабинете со своей сигнальной системой, со своими опытами? И, собственно говоря, его глаз не дошел до художественного сообщества? Ну, на самом деле, конечно, он был известен. Но при этом он не стал гуру. Он все равно остался в таком замкнутом кругу. У них был дружеский круг, в который входили тоже художники. Они работали каждый в своей пластической системе. Но тоже занимались разработкой языка абстракции. Но все равно очень непохожи друг на друга оказались. И это было как раз в 50-60-е годы. А потом его этот посыл, его горячее желание сообщить о том, что искусство, оно может говорить о мироустройстве, оно может сообщать что-то очень важное людям, но при этом путем как бы знака и этого языка, который они должны считывать и понимать. Этот язык оказался, в принципе, непонятым. И мы знаем, как дальше развивалось искусство, что уже в 70-е годы главным направлением оказывается концептуализм, концептуальные практики художников. Они были ему интересны, но одновременно он с ними всю жизнь боролся. Он называл это возвращением к эклектике, к литературности и к такому... Ну, как-то он это называл мироискусничеству, потому что это все он называл стилизаторством. И он очень высоко ценил вообще слово, но считал, что слово не дело живописи, не дело изобразительного искусства. Понятно, он хотел отделить слово от изображения. Это понятно. Поэтому язык изображения – это то, что он изобретал. Ира, а как он, собственно говоря, человек прожил практически всю жизнь в Советском Союзе? Как он ладил при всей своей тенденции к абстрактному искусству и так далее? То есть его в этом смысле все было гладко или как-то все это происходило не очень? Ну, это очень интересно тоже, как ему удавалось как-то жить, работать, зарабатывать. Конечно, его абстрактные произведения, они практически не показывались, не выставлялись. Но у него в конце 50-х, в 60-е годы, как и у многих художников, была идея, что мы можем внедрить это в жизнь. И он переводит, он пробует, несколько лет работает, собственно, в такой группе художников в ДНХ, как бы оформляет павильоны. Очень интересно, есть такие эскизы, как бы предлагает оформление в духе его сигнальной системы. То есть он мечтает о том, чтобы перевести эту сигнальную систему вот в общественное пространство, чтобы создать из нее трехмерную картину. Это оказывается нереализованным, но параллельно он работает в театре. И интересно, что, может быть, вот эта работа там и в театре, и работа еще, ну, так как нужно было зарабатывать, а у него все равно параллельно оставался такой интерес вообще к человеку. И он всю жизнь еще рисовал, я бы не сказала писал, но рисовал такие очень экспрессивные портреты. Они вполне фигуративные, но они все состоят из таких очень резких линий, опять же, точек, зигзагов. И вот это его портретное рисование, возможно, оно помогло получить ему заказы. Тогда же все тоже жили некими госзаказами. Получить, например, заказ на создание портретов таких строителей как бы будущего на заводе в Балакова. И у него есть такая большая серия Балакова, очень фигуративная. Это какие годы? Это где-то начало 60-х годов. То есть он параллельно создает такие большие композиции. Столовая в Балакова. И она кажется очень странной нам, совсем не похожей на Злотниковские основные вот его шедевры, я бы сказала, да. Но при этом он высоко ее ценил, и он, надо сказать, на своих выставках очень любил сталкивать вот такие работы, да, со своими скупыми аскетичными сигналами, как бы демонстрируя вот эти разные пути. Ну, то есть вот у него был такой заказ, да, значит, он оформлял, работал в театре. И потом он оставил все эти работы, видимо, он пришелся не ко двору, я думаю, и он занялся преподаванием. Он многие годы преподавал во Дворце пионеров, собственно, вел художественную студию. Надо сказать, что многие его ученики стали художниками профессиональными и помнят до сих пор его, и вспоминают, и считают очень важными его уроки. Но ни один из них не похож. То есть неожиданно все-таки его влияние такое, да, через заднюю дверь, можно сказать. Но не чисто. Да, но не чисто художественно. Знаете, никто не стал писать сигналы, никто не стал писать абстрактные композиции. Но они все как бы вспоминают его уроки о вот цвете, композиции, свете в картине. Они, конечно, стали очень необычными художниками в такой тоже экспрессивной манере работают. И никто не продолжил. Может быть, потому что все видели особую уникальность. Да-да, насколько я понимаю, в этой сигнальной системе он проводит в каком смысле сравнение живописи с другими искусствами. Да, и вот музыка, он говорил, что музыка же никогда не оставила все равно основные инструменты свои, как бы никогда не оставила нотной грамоты. Музыка осталась внутри как бы все равно своей художественной системы. Но он говорил именно о высокой музыке, не о поп-культуре, что как бы несмотря на все эксперименты, на все потрясения, на все открытия композиторов 20 века, и вот это он всегда указывал, что художники, вернитесь к живописи, к своему инструменту, к кисти, к карандашу, к краске. К сигналам, собственно говоря, наверное, вам признаю. Ира, вот еще один у меня вопрос. Я посмотрел в Википедии, готовясь к нашей передаче, хотел прочитать что-то про Юрия Злотникова. Там очень странно написано, русский, запятая, еврей. У него какие-то еврейские корни? Да, он, собственно, был евреем всегда, вырос в такой еврейской семье, очень серьезная, но, наверное, не ортодоксальная точно, я вот не изучала. Ну, естественно, как можно в Советском Союзе где уж там найти ортодоксальную семью. Да, да, но он это всегда знал. И снова какое-то еврейское самосознание присутствовало, да? Я думаю, да. Я думаю, что он об этом, может быть, долгие годы не говорил, но последние годы жизни, наверное, чаще к этому возвращался. И об этом, кстати, писали тоже и критики, и искусствоведы о том, что его белое пространство, это пространство, которое близко к иудаистскому пониманию как бы вот сотворения мира. Его белое поле, белое поле его работ, это не поле такое, которое впитывает в себя всю историю живописи, да, там, культура, а это именно как бы поле, из которого рождается мироздание. Ну да, собственно говоря, с точки зрения иудаизма, как раз фигуративное искусство, оно запрещено, в каком смысле запрещено, что-то изображать. А вот, например, такие сигналы, которые он разрабатывает, это вполне нормальная вещь. Это, собственно говоря, не что иное, как слово, просто слово другого порядка, да, из другой области. Но это говорение, а не изображение. И, насколько я понимаю, он как раз об этом говорил. Не знаю, связывал ли он это со своим еврейским происхождением или нет. Но вообще это как-то выразилось в его работах, вот его еврейское происхождение. Были ли у него работы, связанные, не знаю, с чем-то еврейским? Во-первых, еще в середине 60-х годов он начинает разрабатывать библейский цикл, который продлится до 80-го года. У него появляется композиция «Рождение Иосифа». Вот эти работы… Интересно, «Рождение Иосифа», почему он именно «Рождение Иосифа» выбрал, это довольно странно, потому что Иосиф, ну, долго ждали его рождения, действительно. Но у нас в Писании все праматери, в общем, долго ждут своего первенца. Это первенец Рахели или Рахили, любимой жены Якова, который с трудом рождается. Но ничего особенного на самом деле нет в его рождении, как бы нет истории о том, вот как странным образом родился. Единственное, что он был долгожданным сыном. Поэтому интересно, как Злотников изобразил это. Я вот как раз думала о том, что когда я смотрела все основные каталоги злотниковские, я думала о том, что Юрий Савельевич, он не оставил подробной биографии. И вот нет, к сожалению, истории о создании тех или иных произведений, кроме вот создания сигналов, о которых и он рассказывал, и рассказывали очевидцы, и много есть воспоминаний. И поэтому трудно сказать, как у него родилась та или иная работа. И даже вопрос с датировками его произведения всегда оставался открытым. Поэтому мы на одной композиции часто видим, например, что 1965-80-й. Потому что он не подписывал, он говорил, ну да, вот я этим занимался все эти годы, все время возвращался к этой теме. Вот у нас «Рождение Иосифа» – библейский цикл. 1970-й год. И вот мы видим, значит, что мы видим? Мы, собственно, видим некую массу, лаву такую с некими какими-то зонами включения более концентрированных композиций, таких красочных масс. Почему именно этот сюжет? Почему именно эта тема? Ну вот я не готова сейчас ответить. И мы знаем о том, что… Я знаю, что вот он был там в Израиле в 80-е, в 90-е годы. И там у него очень интенсивно шла работа как раз над библейским циклом, над какими-то композициям, которая называлась «Ритм пространства-люди». И он об этом говорил, что для него было очень важно вот это вот посещение, пребывание там. Он там жил довольно долго, какое-то время. И как-то ощущение вот этого земли, пространства. У него создает композицию «Иерусалим». Но в основном, вот смотрите, да, вот замечательная еще работа тоже библейского цикла. Вот как раз написано «65-80-е». 15 лет как будто бы он ее делал, но просто потому, что он никогда не ставил этих дат. Да, и вот тут вот как бы столкновение как будто двух масс человеческих людей, какие-то группы, да, и некое… нечто другое. Не знаю, что там, маны небесные или какое-то наказание, падающие камни. Ну, похоже на толпу еврейского народа. Не знаю уж там, что означает вторая толпа, но что-то в этом роде. Ну, вот такая некая толпа, да, как будто куда-то кто-то кого-то ведет. А про Иосифа, про рождение Иосифа, я рискну предположить, я, правда, не знаю биографию его как следует, но рождение Иосифа – это рождение любимого сына Якова, да, то есть само взаимоотношение между Яковом и Иосифом – это такая драма, драма потери любимого сына и рождение любимого сына. Собственно говоря, она самая яркая, можно сказать, отношение отец-сын, если не считать принесение в жертву Исаака, которое как бы другую сторону, может быть, взаимоотношения отец-сын отражает. Вот Яков, он в каком-то смысле, по-видимому, зная о вот этом принесении Исаака в жертву, он всю жизнь боялся. Рождение Иосифа для него – это уже рождение трагедии, да, потому что любимый сын, его все время, да, над ним нависает какая-то опасность, его могут у тебя забрать. В конце концов, так и происходит, хотя не он приносит жертву, но получается так, что он своего сына надолго теряет, и лишь потом, в конце жизни, он к нему возвращается. То есть, возможно, его волновала как раз тема взаимоотношения отец-сын, ну, предположительно. Это очень интересно, да, потому что, если говорить о биографии, то действительно Юрий Савельевич как бы условно потерял своего сына, то есть он его не воспитывал, то есть он с ним встречался, но он жил не с ним, да, и это было все время обретение, поэтому он так ценил и любил внуков, поскольку вот через внуков он как бы получил опять вот своих детей, да, вот получил их, воспитывал их как детей. Это очень интересно, чисто личное. Ну, видите, я не знаю, немножко угадал, да, то есть, по-видимому, здесь был вот такой вот момент. Я попробую немножко усложнить как бы наш разговор, проводя следующую параллель, который, мне кажется, можно здесь обнаружить. Вот то, что вы рассказываете относительно того, как сначала создается язык, потом он используется, в том числе он используется в каких-то работах, которые, ну, ближе к фигуративности, скажем так, да, то есть в каком смысле получается, что можно говорить об определенной изменчивости поэтики этого языка. И то, что в нашей главе происходит, с точки зрения комментаторов уже, это следующее. Здесь есть удивительная вещь. Дело в том, что в предыдущей недельной главе говорится так. «Напишите себе песнь эту», это Бог говорит Моисею, «и научи ей сынов Израиля». И после этого, вроде бы, вот он и эту песнь, которую в нашей недельной главе, и воспроизводит. Но комментаторы говорят, что когда здесь говорится «напиши себе песнь эту», возможно, имеется в виду не вот эта конкретная песня, а вся Тора в целом. То есть «все писай», «все пятикнижие». Потому что «все пятикнижие», если присмотреться, тоже оказывается поэтическим языком. То есть поэтический язык последней песни, он является, ну, скажем так, ультрапоэтическим. Но на самом деле язык писания, он тоже поэтический, если присмотреться. То есть в каком-то смысле получается, что воспроизводя вот эту самую песнь, Моисей намекает на то, что вообще-то говоря, и все, что я раньше говорил, оно тоже поэзия. Вы-то думали, что это проза, а на самом деле это поэзия. У нас есть такой комментатор «Нафтали Цви Иуда Берлин», Ганациф из Воложина, он жил в 19 веке, в предисловии к своему комментарию к писанию, он говорит как раз об этом. Он ссылается на «Вавилонский талмуд», где говорится как раз о том, что «напиши себе эту песнь, это не про песнь, о которой мы говорили, это про все пятикнижие в целом». А дальше Ганациф говорит следующее, что на самом деле песнь, поэзия, она характеризуется двумя вещами. Первое, в отличие от прозы, это то, что песнь, она непонятна. Ее нужно прояснять. То есть ее нужно каким-то образом комментировать. Потому что на самом деле поэтический язык, он всегда остается смутным и непонятным. Это первое. А второе, он говорит, это то, что песнь, она заставляет поэта привносить какие-то вещи, которые не являются необходимыми для передачи смысла. Но, тем не менее, он старается, чтобы и эти вещи, ну, например, он говорит о кростих, то есть когда строятся в алфавитном порядке строчки, или рифма, можно было бы сказать, или еще какие-то вещи, которые заставляют поэта идти, в каком смысле, на компромисс с материалом. Он хочет что-то сказать, но сказать нужно именно так, чтобы это укладывалось в определенный ритм и так далее. Это, говорит, еще одна особенность песни. И пятикнижие, говорит он, если присмотреться, оно на самом деле тоже таково, потому что очень много в пятикнижие мест, которые являются необязательными, которые являются странными, которые вызывают к тому, чтобы на них обратили внимание. Вот эти две характеристики, он говорит, свойственны писанию в целом. Если так, то тогда у нас получается само писание, оно как бы состоит из такой пирамиды песней. То есть есть поэтический язык уровня номер один, есть поэтический язык уровня номер два, поэтический язык уровня номер три и так далее. И мне кажется, что то, что вы рассказывали про творчество Злотникова, в каком-то смысле этому соответствует. Развитие его когда он переходит к работам, которые уже содержат не только сигналы, а начинает использовать этот язык и так далее, он переходит, по сути дела, к поэтике, живописной поэтике другого уровня. То есть на самом деле получается, что поэтический язык в каком смысле не стоит на месте. То есть ну и художественный соответственный язык, то есть поэзия живописи, она тоже не должна стоять на месте, она должна находиться в каком-то развитии. Не знаю, насколько я прав в этой параллели, поправьте мне. Знаете, мне очень нравятся ваши параллели, они как-то очень созвучны на самом деле таким самым умным толкователем искусства Злотникова, его творческого пути, самым чутким. и очень интересно для дальнейших размышлений. Потому что действительно мне кажется, что творчество Злотникова, несмотря ни на что, оно все-таки во многом едино. И его даже отступление в сторону фигуративного искусства, оно все равно всегда как бы заряжено вот этой идеей сигнала, который он несет, когда он рисует портреты людей многочисленных, например, или целые сцены. И что еще важно, да, что вот он каждой своей работой он опять как бы толкует, он говорит, да, вот вам непонятны вот эти сигналы, этот аскетизм, но я вам расскажу это чуть-чуть по-другому. И я понимаю сам, что я в чем-то, может быть, ошибался там вот в этой работе, а я хочу вам рассказать по-другому. Если вы не услышали вот тот мой язык, я расскажу вам о том, что мое искусство, например, другое, чем там искусство Казимира Малевича, я создам картину антитеза Черному Квадрату, да, то есть вот он создает большую картину, где он сталкивает, как он сам говорил, средиземноморское, вот, средиземноморскую культуру, средиземноморское влияние, где появляются такие живописные волны, и сам квадрат, он тоже растворяется как будто в этих волнах. То есть он как будто действительно каждый раз добавляет другой стих, но при этом все равно в основе лежит вот то желание рассказать языком, языком искусства, которое несет в себе эмоцию и след, вот тот след того сигнала, который ему был послан когда-то в начале его творческого пути. Поэтому вот как бы такой клубок наслоений, разных толкований, он здесь присутствует. Это очень интересно, и может быть поможет мне тоже дальше как-то работать с творчеством Злотникова. Ира, по-моему, у нас получилось какое-то сопоставление с нашей клавовой, хотя казалось изначально, что может быть это невозможно. Тоже я читала эту песню позавчера, вчера, и думала еще о том, что звучит все время мысль о наказании самого Моисея, что вы говорили, что он не войдет же. Ага. Да-да-да. Там в конце, уже после песни еще раз говорится о том, что говорится следующее, я даже могу прочитать это. Что он сам-то не войдет, он не... Взойди на гору, да, взойди на гору Аварим, гору Нево, земле Моавитянской, и обозри землю Ханаанскую, которую я дам сынам Израиля во владение, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер Аарон, твой брат. То есть в землю обетованную он не входит в Моисей. Ну, это мотив, который звучит и раньше, но здесь он еще раз проявляется. То есть он только смотрит на эту землю, а на эту землю... и вот это тоже я подумала, что вот Злотников, он был одержим идеей, что он как бы ну вот увидит тот расцвет искусства, о котором он мечтает, он увидит, как искусство начнет опять говорить и искать какие-то новые пластические формы, открывать их, новые формулы, новый язык становится все более развернутым, развитым и станет. И он в результате как бы чувствовал, что он находится почти в пустоте, что вокруг всех интересует совсем другое. И он об этом говорит много в своих текстах и даже в статье выставки, которая была персональная выставка в Третьяковской галерее в 2004 году. Он помещает там свой текст. И свой текст, этот текст, это не текст, а его искусствие. Это текст о том, какое должно быть искусство. Это воззвание к тому, чтобы опомнитесь, вернитесь, хватит говорить языком анекдота. Да, вернитесь к художнику как к творцу, к художнику как к творец. Вот он об этом говорит. И это тоже очень интересно, что он как будто бы как Моисей в своих этих словах тоже все время идет воспоминание о том, что народ Израиля много раз как бы предавал Бога, отступал от него, уходил в сторону. И что потом он был наказан. И вот Злотников в своих текстах и своим жизненным путем все время говорил, что надо следовать пути искусства. Вы ушли в сторону, вы заблуждаетесь, вы поклоняетесь не тому Богу. И я верю, что искусство вернется на свои позиции. Но он чувствовал себя в пустоте, хотя у него был огромный круг общения. Его очень ценили и молодые художники. Он был единственным из своего поколения, который общался просто очень активно с теми, кто начал свой путь в 90-е, даже в 2000-е. И они его обожали, очень могли с ним говорить, очень уважали его искусство, но они не собирались говорить тем языком, тем... То есть они не собирались следовать. Не слышали тот... Да. Да. Не слышали тот сигнал. Они не слышали тот сигнал. Да. Ира, ну хорошо. Я думаю, что мы познакомили наших зрителей многих с Юрием Злотниковым и провели кое-какие параллели, может быть, спорные, а может быть, и предлагающие подумать о чем-то. И можем, наверное, на этом завершить наш разговор. Спасибо большое. Было очень интересно. Я, например, до нашей передачи ничего не знал. о Юрии Злотникове теперь знал гораздо больше. Благодаря вам. Спасибо. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ». Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Они помогут нам при выборе следующих тем. «Идеи без границ» «Идеи без границ» Айа.